Гражданские права Верхнее и Нижнее царства Древнего Египта были объединены в 2950 году до нашей эры царем Менесом. В эти времена начали появляться первые законы империи. Конечно, фараон продолжал поддерживать во всем верховную власть, поэтому законы не были прозрачными, конкретными, но кроме занимающих высокие посты, остальные граждане были равны между собой. Мужчины и женщины имели одинаковые права и, как правило, не имело значения, к какому социальному классу они относились. Но это не относилось к рабам. Даже самые бедные граждане имели право просить чати, великий управитель, высшая должность в Древнем Египте во многих европейских языках часто переводится арабским термином визирь, правую руку фараона, о помощи. В Древнем Египте не было принудительных браков и женщины имели полное право решать, за кого выходить замуж и выходить ли вообще. Им было также разрешено владеть собственностью, подписывать контракты, наследовать имущество и принимать участие в судебных процессах наравне с мужчинами. Права женщин были редкостью в цивилизациях того времени и остаются таковыми во многих современных странах до сих пор. Привет, гуглята! С вами профессор Гуглов. Сегодня мы с вами поговорим о пяти невероятных фактах о Древнем Египте, о которых вам не говорили в школе. В Древнем Египте женщины также могли устроиться на оплачиваемую работу, вести бизнес и занимать влиятельные посты в обществе. Даже занимали должность фараона. Однако женщинам не разрешали активно выступать в правительстве, поэтому они занимали второстепенные должности в храмах и, вероятно, не были так образованы, как их коллеги-мужчины. Как правило, людям позволяли жить так, как они хотели и с кем они хотели. Эти идеи были закреплены в законах, в которых также нет никаких записей, предполагающих запрет тех или иных отношений. Правда, многоженство было запрещено, но, с другой стороны, молодой правитель Тутанхамон смог жениться на своей сводной сестре. Лекарства Египтяне разработали достаточно передовые лекарства и методы лечения, в сравнении с другими цивилизациями того времени. Тем не менее, одним из видов отваров, которые, по их мнению, могли излечить большинство болезней, были слабительные. Недавние исследования, в котором изучались останки из гробниц и других археологических памятников, подтверждают теорию, что слабительные были распространены во всех слоях египетского общества. Слабительные делались из целого ряда ингредиентов, таких как инжир, отруби, финики, а также фрукт под названием колацинт и касторовое масло. Например, если вы страдали от вздутия живота или несварения желудка, вам давали кипящую жидкость, в составе которой была зира, гусиный жир и молоко. Процедурка была сложной и опьяняющей, и, скорее всего, приводила к многочасовому свиданию с туалетом. Египтяне считали, что у болезни есть и духовная составляющая. В их понимании человеческое тело нуждалось в ритуалах и заклинаниях. В ряде текстов были обнаружены подробные заклинания, которые применялись для защиты от духов и исцеления, и вполне возможно, что вера в эффективность подобных методов действительно помогала в лечении. Благодаря разнообразию растений, используемых египтянами, многие их методы лечения использовались на протяжении многих веков, а некоторые даже вошли в моду. По некоторым оценкам, до 20 века врачи продолжали назначать до 50% египетских лекарственных средств. Например, акацию, которая использовалась для лечения инфекций глаз и горла, сельдерей, который употреблялся в пищу, чтобы уменьшить боль от артрита. Этот метод, кстати, используется и по сей день. У древних египтян было даже общее представление о том, как психологические проблемы влияют на физическое здоровье. Стресс лечили в специальных санаториях, которые были не так уж и плохи, как вы могли подумать. Пациенты посещали терапию сновидений и очищались в общем бассейне, который назывался целебными водами. По сути, у заболевших египтян были большие шансы отправиться на оздоровительный курорт, чтобы почувствовать себя лучше. Невозможно не задаться вопросом, если бы сегодня был распространен такой подход, может и наша жизнь могла бы быть более спокойной и расслабленной. Мумификация Все мы знаем, что тела важных членов египетского общества подвергались мумификации. Но вы, вероятно, не знали, насколько ужасным был этот процесс. Благодаря исследованию разных останков, ученые считают, что знают, как именно специальный человек готовил тело к загробной жизни. И это определенно была работенкой не для брезгливых. После смерти тела еще четыре дня ожидали своей дальнейшей участи. Для этого не было никаких биологических причин, были лишь опасения, что недобросовестные работники могут воспользоваться трупами, особенно если те были внешне привлекательными. Поэтому по традиции до начала мумификации должен был пройти некоторый период времени. Перед началом мумификации вся одежда снималась, а тело располагалось на столе, который был выше со стороны головы и ниже со стороны ног. Для начала тело необходимо было вымыть. Для этого использовалась вода и большое количество мыла, чтобы удалить всю грязь и подготовить кожу. Затем между носом и черепом просверливали отверстие, через которое вытаскивали все мозговое вещество. Египтяне считали, что после смерти человека мозг является пустым сосудом, поэтому его просто выбрасывали. Однако они уделяли большое внимание другим органам желудок, печень, легкие и кишечник удаляли и помещались в рассолоподобную жидкость в специальные банки – канопы. Ногти на руках и ногах закреплялись на своих местах, чтобы предотвратить их отсоединение от тела во время следующей стадии мумификации. Поскольку египтяне считали, что ногти могут продолжать расти после смерти. Раствор из пищевой соды, хлорида натрия и сульфата натрия заполнял тело изнутри и покрывал полностью снаружи. В таком состоянии тело оставляли на 40 дней для того, чтобы вся влага из тела была полностью удалена. После чего тело снова промывали, покрывали слоем масла и набивали льняными полосками, чтобы сохранить его форму. После всего этого можно было начинать оборачивать тело бинтами. Процесс бинтования мумии занимал много дней. Для него использовались различные материалы, включая прокладки от бинтов и простыни, чтобы придать реалистичную форму. Также под слой ткани помещались амулеты и безделушки, чтобы защитить душу при переходе в загробный мир. Как только все было завершено, мумию помещали в гроб и хоронили. Мумификация была и остается самым детальным и сложным ритуалом захоронения в древнеегипетской культуре, который был настолько успешен, что даже через тысячи лет большая часть кожи и частей тела все еще остаются узнаваемыми. Любопытно, что когда ученые обнаружили тело Тутанхамона, они обнаружили также и его эрегированный пенис. Есть даже предположение, что внушительное мужское достоинство досталось ему от донора, чтобы он мог полностью наслаждаться загробной жизнью. Захоронение животных Животные играли важную роль в жизни древних египтян, причем настолько, что их мумифицировали и хоронили так же, как и людей. Египтяне содержали различные виды животных. Египтологи нашли бесчисленное количество специализированных кладбищ для животных по всему Египту. Были найдены животные, захороненные во времена династий и вплоть до падения империи. Недавнее открытие, сделанное на побережье Красного моря в южной части Египта под названием Беренис, включало в себя погребения, датируемые 75-150 годами нашей эры. В этих захоронениях были обнаружены почти 100 полных скелетов животных. Большинство останков принадлежало кошкам, но рядом с ними было и несколько собак и обезьян. Некоторые животные были похоронены даже с артефактами, предназначенными для сохранения души в загробном мире. Например, две кошки были найдены с бусинами из скорлупы страусиного яйца и железными ошейниками. Такая забота о трупах животных и отсутствие признаков целенаправленного убийства говорят о том, что эти кошки были домашними животными. Но одно из самых удивительных открытий произошло в начале 2010-х годов. В древнем городе Саккара, который также называют городом мертвых, были обнаружены обширные катакомбы, в каждой из которых было найдено кое-что неожиданное. Одна из катакомб была заполнена более чем 8 миллионами мумифицированных щенков. Как считают эксперты, эти щенки были мумифицированы служителями культа, посвященного богу Анубису. По близости были найдены останки лис, шакалов, кошек, соколов и даже монгустов. Кажется, египтяне считали этих животных похожими. Однако самое важное здесь то, что все эти животные, подготовленные по всем традициям к загробной жизни, были жертвами, принесенными в честь древнего бога. На других участках были обнаружены захоронения людей вместе с их домашними животными, которые также были убиты, а после мумифицированы вместе с хозяином. Если посмотреть на все это нашими глазами, то, вероятно, это был один из самых мрачных аспектов египетского общества. Однако сами египтяне видели в этом способ стать ближе к высшей касте и выразить любовь к своим животным. Наказания и преступления У древних египтян, как и во всех обществах того времени, были строгие правила, которым подчинялись все граждане, но их способ наказания преступников может показаться действительно жестоким. Фараоны сами писали законы и были ответственны за решение о том, как именно наказывать людей, нарушивших эти законы. Решения о наказаниях за мелкие преступления ложились на советников фараона – Чати и Оракула. Наказания разделялись на фатальные и нефатальные. Что удивительно, существует крайне мало свидетельств того, что в древнем Египте существовали тюрьмы. Если человек совершил преступление, он мог понести наказание и продолжить свою жизнь. Египтяне не любили тратить время и ресурсы на заключение преступников под стражу, за исключением помещения в тюрьму должников и дезертиров, однако это также было лишь способом предотвратить побег или погасить долг, нежели наказание. За незаконную торговлю или уклонение от уплаты налогов полагалось от ста ударов или пяти кровоточащих порезов до изгнания из страны. А наказание для тех, кто ворует постоянно, включало обезображивание, в том числе отрезание ушей и носа или же рабство. Смертные казни были хоть и редкими, но чрезвычайно жестокими. Разграбление могил было главным преступлением в Древнем Египте, так же как и измена или заговор против фараона. Типичные методы смертной казни включали в себя медленное прокалывание, утопление и болезненное обезглавливание. В самых разных случаях, таких как хищение в храме, виновный мог быть сожжен заживо, что было не только мучительно, но и забирало тело человека, из-за чего он не мог потом войти в загробную жизнь.